Друзья, ну что ж, у нас активно подключаются все участники, соответственно, минуточку еще буквально я всех подключаю. Меня зовут Екатерина Полиева, я директор вам пармаркетингу и продажам Университета гостеприимства с весам. Сегодня я буду, собственно, модерировать этот вебинар, на котором мы будем обсуждать, как сейчас, в нынешних условиях, собрать сильную команду в сфере хорика, как ее поддерживать и управлять ею для того, чтобы достигать всех своих бизнес-целей. Пока еще у нас все подключаются. Парочка организационных моментов. Соответственно, ваши вопросы вы можете писать в чат, можете их писать сразу же, пока они у вас появляются, по ходу, чтобы не забывать. Пожалуйста, не включайте ваш микрофон, потому что, когда участников больше 10, это будет некомфортно. Поэтому задавайте, пожалуйста, все ваши вопросы в чат, коммуницируйте активно в чате с нашими спикерами. Это не только не запрещено, но и всячески приветствуется. Более того, в конце вебинара мы подарим набор классного мерча с весом за самый интересный вопрос. Поэтому ни в коем случае не отключайтесь. Слушайте нас, пожалуйста, до конца и, конечно же, задавайте все ваши вопросы. Пару слов про наш университет, пока мы еще ждем опаздывающих на нашу встречу сегодняшнюю людей. Многие из вас наверняка с нами уже знакомы. Мы являемся университетом в сфере гостеприимства. У нас много образовательных программ самого разного уровня, но все они так или иначе связаны со сферой гостеприимства. Что нас отличает? Это, прежде всего, прикладной подход к обучению. У нас даже в тех программах, в которых не предусмотрены обязательные стажировки, вы можете обратиться к карьерному менеджеру, он вам поможет со стажировкой, если есть такая необходимость либо же желание. То, что касается наших больших программ, например, программы бакалавриата, там у нас предусмотрены обязательные стажировки, да, и они оплачиваемые, начиная уже с первого курса. Во всех наших программах мы придерживаемся такого подхода, что должны быть небольшие группы, у нас нет каких-то огромных потоковых лекций. Мы всегда за взаимодействие живое, соответственно, стараемся уделить максимум внимания каждому нашему студенту. Ну и, конечно же, нашей особой гордостью являются наши преподаватели, каждый из которых является экспертом, действующим в индустрии гостеприимства и прямо в данный момент работает, как и вы, в этой индустрии и развивает ее. И хочу представить первого нашего спикера. Это приглашенный преподавателя Университета гостеприимства СВИСАМ Анжела Кондратьева. Она у нас задействована на нескольких программах на данный момент времени. Уже более 10 лет работает в индустрии гостеприимства и, соответственно, участвовала во всяком разнообразных проектах. Анжела, включайтесь, пожалуйста. Да, Екатерина, коллеги, всем добрый день. Так, я прекратила демонстрировать мой экран. Вы можете забрать права. Хорошо, сейчас одна набиток. Нам тут пишут, Андрей Приходько, всем привет, ты сам лучший. Добрый день, спасибо. Нам очень приятно, мы очень стараемся, чтобы вы действительно были лучшими. Все, Екатерина, я могу начинать? Так, пока идет загрузка, не вижу пока ваш экран. Может быть, попробовать еще раз, да, как у нас. Вот теперь вижу, теперь, да. Теперь видно? Ну, опять идет загрузка. Возможно, так все прекрасно видно, поэтому в целом, ну, можем оставить и в таком формате, наверное. Хорошо. Ну, все, тогда мы будем начинать. Коллеги, всем здравствуйте, хочу вас поприветствовать. Спасибо большое за приветствие, Екатерин. Расскажу немного о себе. Меня зовут Анжела Кондратьева, и действительно, в сфере гостеприимства я уже работаю больше 10 лет. Начинала свой путь с линейного сотрудника, работала в HR, работала на стойке приема размещения. И когда непосредственно находилась в HR-службе, именно в тот момент, 10 лет назад, я поняла, что можно создавать огромное количество ресторанов, можно создавать интересные проекты в виде отелей. Но самый главный ресурс, без которого не может существовать какой-либо бизнес, это же, конечно, сильная команда. Поэтому эту тему для выступления я выбрала не просто так, а в этой теме буду делиться действительно своим опытом, который я приобрела и который буду транслировать своим ученикам и в рамках курса, который у нас будет проходить уже в июле. Для того, чтобы наше взаимодействие было активным, ребята, напишите, пожалуйста, кто из каких городов. Я проживаю в городе Сочи. Какие города у нас здесь присутствуют? Поделитесь. Да, интересно. С Весам, если что, находится в Санкт-Петербурге. Классно. Калининград, Минск, здорово. Тверь. Да. Москву я тут еще увидела тоже. Воронеж, Кемерово. Ой, мне кажется, тут почти вся Россия. Астрахань, Гагра. Абхазия рядом со мной здесь. Северия с нами тоже. Отлично. Здорово. Ну что, поехали. Тогда продолжайте писать в чат. Будем вести такой небольшой нетворкинг. И если все согласны, то давайте начинать. Итак, о чем же мы сегодня будем с вами говорить? Мы с вами поговорим про цикл преимуществ регулярной работы с командой. Определим, какая же команда все-таки сильная. Почему не получается создать сильную команду? Выявим четыре причины. Это четыре основных причины, которые я определила для себя во время работы с разными людьми. Ну и, конечно, определим, как команда влияет на репутацию HR-бренда. Если у вас возникает вопрос, вы сразу можете их вписать в чат. Я с удовольствием на них в конце отвечу. Итак, самый главный вопрос, который сейчас как никогда актуален в период той ситуации, в которой мы сейчас все находимся. Про кадровый голод наверняка все слышали. Это прямо такая история, о которой говорят все вокруг, на всех сайтах, в интернете и так далее. Почему же сегодня как никогда важно вкладываться в создание сильной команды? Все просто. Обратите внимание на слайд, который я для вас подготовила, и вот на такую простую диаграмму. В центре у нас находится команда. И давайте посмотрим, на какие показатели влияет все-таки наша команда. Первое. Это на сервис. Сервис, который мы предоставляем нашим гостям. От того, насколько мы качественно предоставляем наш сервис, от этого зависит, будут ли гости к нам возвращаться вновь, будут ли они постоянными гостями, будут ли они лояльными, и будут ли они привлекать новых гостей. Также команда влияет на наши доходы, на уровень дохода предприятия. Если гости возвращаются, если клиенты довольны, соответственно, наши доходы растут и увеличиваются. Если говорить про успешность. Ну, слово успешность, это, конечно, понятие растяжимое, но тем не менее, если команда хорошо работает, гости возвращаются, деньги поступают, соответственно, наш бизнес становится успешным. Репутация. Репутация – это когда о нас говорят, это когда к нам хотят прийти работать, это когда у вас выстраивается очередь из кандидатов, которые хотят поработать именно в вашей команде, потому что вы сильный руководитель, у вас сильный бренд. И знаете, когда говорят о том, что если я поработаю в этом месте, то это будет как зачет ко мне на дальнейшую мою карьерную работу. То есть когда мы говорим о репутации вашего бренда. На что влияет команда также? На качество предоставляемых услуг, которые мы предоставляем гостям или нашим клиентам. На рейтинг среди заведений. То есть когда гости выбирают заведение, либо клиент в какой мне ресторан, отель, либо пойти, то всегда высвечивается рейтинг. То есть команда влияет на те отзывы, которые появляются на наших сайтах. Конечно, на рентабельность бизнеса без этого никак. То есть понятное дело, что можно много говорить про эмоции, про внимание, про заботу и гостях, но тем не менее любой бизнес, любой проект, он строится с целью для того, чтобы заработать. Итак, команда влияет на целый цикл пунктов, которые здесь обозначены. Коллеги, здесь понятно? Если понятно, ставим единичку и продолжаем дальше в чат. Или сердечки. Понятно, отлично, супер, вижу, единички пошли. Сейчас я хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, какую команду можно назвать сильной? Как вы считаете? Что для вас сильная команда? Напишите свое определение 1-2 в чат. Какую команду можно назвать сильной? Как вы считаете? Кто-то что-то пишет. неравнодушный к собственнику бизнеса и коллегам, поддерживающий коллег. Так, слаженную, отлично. Слаженную, профессиональную. Классная тенденция. Здесь классные профессионалы собрались. Заменяемые. Тоже классная история, особенно в летний сезон, когда половина сотрудников не выходит на работу, где каждый выполняет свою работу. Гибкие. Класс. Универсальные. Универсальные – это мастерство, к этому нужно стремиться. Имеют общие интересы. Супер. Отлично. Команда, у которой есть одна цель. Та, которая достигает результатов. Класс. Класс. Который влияет на общие результаты, показатели. Сегодня вы суперактивны. Спасибо вам большое. Все верно. Итак, коллеги, подготовила для вас чек-лист сильной команды. Здесь можно доставать телефоны, фотографировать. Это вот такой чек-лист, после которого, после нашей встречи, можно посидеть, подумать, порефлексировать и поотмечать галочками, есть ли у вас какие-то пункты из этого листа. Давайте пройдемся понемногу. Итак, есть общая цель и договоренность в виде стандартов работы. Дальше. Каждый знает свою роль и понимает, как он лично влияет на общий результат. Достаточно уровень профессиональных знаний и опыта в своей области. То есть мы знаем свой блок обязанностей. И вот там писали комментарии, да, классно, если бы мы были взаимозаменяемы. То есть если кто-то не вышел на смену, то вы могли бы встать на эту зону, и вот этот процесс-конвейер бы, он не остановился. Конечно, когда в коллективе действует атмосфера взаимопонимания, доверия и сотрудничества. Это история, к которой, мне кажется, можно стремиться бесконечно. Обязательно есть лидер, который координирует работу и принимает важные решения. Ну и лидер, конечно, неформальный. Команда способна адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям рынка. Эта вот история очень важна. Почему? Потому что сейчас очень активно в рестораны, да и в принципе сферу гостеприимства приходит поколение Z. Наверняка вы слышали об этом поколении. Да, мы об этом будем тоже говорить в рамках нашего курса. О том, что это совершенно другое поколение. И наша задача как руководителей в большей степени, которая относится к категории X, уметь адаптироваться к изменяющимся условиям и понимать актуальность запроса тех кандидатов, которые к нам приходят, с которыми нам нужно работать. Команда развивает навыки и знания, чтобы оставаться актуальными, да, то есть когда мы не останавливаемся просто на базовом сервисе, добрый день, готовый сделать заказ, да, то есть мы не останавливаемся именно на этой категории, мы постоянно добавляем какие-то новые фишки, истории или герды. Дальше. Команда не ждет, пока проблемы возникнут, а активно ищет способы, чтобы улучшить свою работу. Вот это тоже очень важный пункт, на котором хочется сделать акцент, когда начинаешь разговаривать с каким-либо руководителем, управляющим, и вот он говорит о том, что вот у меня возникла такая проблема, не знаю, что сделать, что начать, с какого момента подступиться. Но, тем не менее, проблема, она никогда не возникает на ровном месте. И если вы видите какие-то нюансы, которые уже появляются, то лучше, конечно, не доводить до ситуации кризиса, а начать это все заранее профилактировать. Ну и, конечно, высокие стандарты этики и честности в своей работе. Это тоже очень важный момент, когда мы честные, открытые, когда у нас нет двойного дна в нашей команде, и когда мы не конкуренты, а мы действительно коллеги, когда мы друг друга усиляем. То есть сильное плюс сильное, это, знаете, как есть такая метафора, если один плюс один – это не два, а когда встречаются два сильных человека, то один плюс один – это равно одиннадцать. Ну что, коллеги, если говорить про чек-лист сильной команды, скажите, какие пункты забираете себе в работу, какие у вас есть, а над какими все-таки стоит подумать? Напишите, пожалуйста. Так, можно на секунду четвертый слайд? Конечно, можно. Предпоследний пункт, отлично. Кто просил четвертый слайд, успели сфотографировать? Презентацию в любом случае мы вам отправим. Отлично. Команда не ждет, пока проблемы возникнут, а активно ищут способы улучшения работы. Все верно. Ксения, согласна. Все мы любим ждать до последнего. Да, пока что не произойдет ЧП, но, к сожалению, это так случается у большинства. Но ничего страшного, хорошо, что мы это замечаем. Отлично. Идем дальше. Итак, как же все-таки понять, что пора усиливать команду? Тоже очень такой интересный слайд, когда я вам ее готовила, когда готовила эту презентацию. Если у вас есть хотя бы 3-4 пункта, вот эти пункты, которые я сейчас буду обозначать, значит, ребят, хотите вы или нет, но все-таки придется поработать над тем, чтобы усиливать команду. Итак, как понять, какие маркеры? Первое. Низкая лояльность гостей. Рейтинг на сайтах с отзывами, Яндекс, Дубльги, с отзовикой и так далее ниже 4,5. Нет постоянных гостей или гости стали приходить все реже. После первого и второго визита гости к вам не возвращаются. Негативные отзывы в моменте. То есть вроде все хорошо, но отзывы все равно появляются. Отсутствует обучение. Сотрудники относятся к обучению и планеркам как к обезаловке. Приезжайте в свой выходной в 10 часов утра, если не приедете, всем штраф. Нет календаря тренингов. То есть тренинги проводятся по настроению руководителя. Либо когда произошло какое-то ЧП, и нам срочно нужно провести какое-то обучение, чтобы вот эту ситуацию утилизировать. Развиваются только твердые навыки. То есть когда мы только постоянно говорим про базовые стандарты работы. Когда мы не говорим про развитие личностных качеств, характеристик сотрудника. Для того, чтобы наши сотрудники были более интересны, более эрудированные. Дальше. Неконтролируемые финансовые показатели. Низкий средний чек. У каждого средний чек свой, но я думаю, что вы понимаете. Низкий базовый, либо высокий. Выручка пляшет. Это тоже такая отдельная история, про которую можно долго говорить. Да, сегодня много, завтра мало, а послезавтра вообще там просто уходим в большой минус. Неравномерный гостевой поток. Сотрудники не вовлечены в работу, опаздывают, отпрашиваются или прогуливают смены. Уровень сервиса нестабильный, сотрудники хорошо работают раз на раз. Наверняка вы сталкивались с такими отзывами, когда читали, либо в своей работе получали такие отзывы, когда в зависимости, в какую смену попадешь, если попадешь в хорошую смену, то сервис будет хороший. Если попадешь в смену не очень, то тогда сервис будет раз на раз. Ну что, есть у кого-нибудь какие-то пункты из этого чек-листа, то есть из этого слайда? Напишите в чат. Или, если понятно, ставим единичку и идем дальше. Есть. Отлично. Класс. Личностные качества не развиваются. Много. Кристина, я вас понимаю. Нестабильный уровень сервиса. Класс. Отлично. Не вовлечены в работу. Про календарь тренингов. Отлично. Хорошо. Идем дальше. Выручка пляшет. Интересно. Хорошо. Двигаемся с вами дальше. Итак, моя такая формула, которую я придумала, наверняка ее кто-то придумал до меня, потому что велосипед изобретать я не буду, но в любом случае это та формула, которой я для себя определила, когда начала работать с разными командами и поняла, почему важно вкладываться в развитие своей команды, которая сейчас есть. Итак, перед вами цикл преимуществ регулярной работы с командой. Что же нам дает, вернее, какие выгоды мы получаем, если мы работаем с командой? Первое. Снижается текучесть кадров. То есть люди от нас не уходят. Люди остаются с нами, мы их развиваем, в них вкладываемся, они начинают работать уверенно и более слаженно. То есть получается здоровая атмосфера в коллективе. Если у нас команда работает уверенно, слаженно, у нас здоровая атмосфера в коллективе, соответственно, растет производительность и качество сервиса. Если у нас растет производительность, то есть мы выполняем больше объема, мы работаем в тандеме, то есть не каждый сам за себя, а мы работаем в группе, у нас, соответственно, растет предоставление качества сервиса либо услуги, которые мы предоставляем нашим гостям. Что мы получаем от этого? Наши гости становятся более лояльными и рекомендуют нас своему окружению. Если гости довольны, они нас рекомендуют, они возвращаются, они привлекают своих гостей, соответственно, растут финансовые показатели проекта, ну и, конечно, материальное благополучие сотрудников. Вот именно на этом пункте у всех всегда появляется улыбка на лице, если так, ставьте сердечки. То есть если у нас сотрудники довольны, гости довольны, гости оставляют чаевые, сотрудники зарабатывают, гости оставляют деньги за услуги, плюс возвращаются вновь. Эти деньги, соответственно, зарабатывает предприятие, нам платят зарплату, зарабатывают собственники бизнеса. Ну и, соответственно, переходим к итогу, команда довольна и работает без стресса. Вот такой цикл работы, который можно отнести к любому направлению в корике, где бы вы ни работали. Как вам интересна такая идея? Ребят, вы здесь, в сердечке. Класс. Все просто, да? Все просто. Класс, отлично. Идем дальше. Итак, вопрос. Почему же все-таки не получается создать сильную команду? И сегодня я с вами поделюсь четырьмя причинами, которые были выявлены. Итак, первое. Это ошибки в подборе кадров. Было ли у вас такое, да, о том, что вдруг решили увеличить штат, взять дополнительно человека, начали делать, вернее, начали публиковать объявления на Авито, на HeadHunter, если у самих нет времени, то начали приглашать HR-менеджера и так далее. Взяли вроде человека и проходит какое-то время, а человек либо от нас уходит, либо он начинает работать и работает плохо, и мы его убираем. То есть мы говорим, что это ошибка в подборе или то, что у нас наступает кадровый голод, если мы не можем найти кандидата. Были такие случаи? Было, да, до этого подбирали неверно, искали, пока работает этот HR. Отлично. Коллеги, у кого-то был такой подбор, да, что взяли человека, время потратили, деньги потратили, а человек от нас ушел, не остался? Угу. Единички поставьте. Или здесь, или здесь у всех есть... Было? Отлично. Класс. Да, 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 согласна. Угу. Так, хорошо. Было отлично. Увидела единички, увидела вопросы. На вопросы будем уже чуть дальше отвечать в конце. Поделюсь с вами подбором своих лайфхаков, да, которые можно уже сейчас использовать в работе. Если вдруг вы решили, что вашу команду нужно взять человек, кандидата, либо вы только начинаете собирать команду, да, если это стартап, то есть определенный ряд рекомендаций, которые можно уже себе забирать в работу, можно также фотографировать. Итак, первое. Провести брифинг для участников процесса подбора. Важно проанализировать готовность к приему нового сотрудника и вовлечь всех участников в процесс, что я подразумеваю под этих пунктом. Как это часто бывает, что мы там что-то не успеваем, да, в работе, и мы говорим, нам срочно нужен новый человек, мы не успеваем. В итоге мы тратим время, тратим деньги на подбор нового человека, а потом оказывается, что мы не рассчитали время, и если говорить про график, то у сотрудника получается не так много рабочих смен, ему становится это неактуально, другие сотрудники начинают нервничать, почему у них смены забирают, ну и, соответственно, получается, что этот сотрудник оказывается не сильно и нужен, да, либо, в принципе, другие сотрудники не готовы для того, чтобы в их коллектив пришел новый человек. Поэтому, если вы вдруг решили брать нового человека, обязательно договариваемся об этом с командой и актуализируем данную историю. Дальше. Был вопрос по поводу чек-листа, да, как правильно отбирать. Конечно, есть различные чек-листы, есть тесты, есть огромные вариантов, миллион всяких чек-листов про собеседование, но я все-таки определяю, что невозможно какой-то чек-лист адаптировать, вернее, чек-лист просто взять и его использовать. Его обязательно нужно адаптировать под себя, под свою команду, под свой бизнес. Как мы можем поступить в этом моменте и составить свой профиль должности? Что это такое? Да, то есть профиль должности – это документ, где мы, если вы выступаете как роль HR, да, то это мы делаем совместно с руководителем. Если вы руководитель, то сами определяем критерии, в которые будут включать в себя не только навыки и опыт работы, то есть что вы делали, да, то есть обычный вопрос на собеседовании. Что вы делали на прошлой работе, как вы давно работаете в этой сфере гостеприимства. Все, как бы вы нам подходите, давайте дальше. Ну и также обязательно указывать личные качества и другие характеристики, которые важны именно в вашем проекте. Здесь очень важный момент, например, совсем я недавно работала с проектом, и когда набирали коллектив, ресторан достаточно концептуальный, он формат среднеазиатский, и там был стандарт приветствия, да, когда официант при подходе к столу должен выполнять определенную, то есть говорить определенную фразу и делать поклон. И, соответственно, это подразумевает концепция бренда для того, чтобы гостям было интересно находиться в этом ресторане, то есть это один из элементов такого сервиса. Но когда набирали людей, об этом им не сказали. И большинство ребят, именно европейские, да, говорят, что нам это не подходит, и мы к этому не готовы, да, то есть мы не готовы кланяться к гостям. И как вот быть в этом моменте, да, то есть мы сначала создаем концепцию, и потом уже подбираем под концепцию тех людей, которые нам актуальны. Поэтому профиль должности – это как раз та история, где вы точно записываете определенные критерии, по которым вы будете брать людей в команду. Дальше. Прозрачная и четкая коммуникация с кандидатом. Это когда мы, человека, погружаем в культуру компании. То есть какие у нас есть внутренние установки, что для нас норма, что для нас хорошо, и что для нас недопустимо. Да, то есть мы сразу здесь, на берегу, оговариваем эти все моменты с кандидатом. Затем оценка реальных потребностей кандидата. Здесь тоже очень важный момент. Какие ошибки допускают руководители HR? То есть если мы понимаем, что мы не можем предложить человеку карьерный рост, да, а он видит себя через какое-то время на позиции выше, старший официант, старший хост, старший партия и так далее, то здесь очень важно говорить честно, да, особенно если это сезонная работа. Почему? Потому что многие руководители допускают такие ошибки, а может быть не ошибки, может быть делают это умышленно для того, чтобы закрыть просто в данный момент какую-то должность, да, потому что мы срочно нуждаемся в этом кандидате. Здесь происходит обман заискателей. Надеюсь, вы так делать никогда не будете. Дальше. Обязательно обратная связь по результатам отбора. Если сейчас я запущу опрос в чат, то наверняка будет очень много обратной связи, когда вы проходили собеседование и к вам не возвращались с обратной связью. Ни с положительной, ни с отрицательной. Единицы руководителей, единицы HR возвращаются и говорят обратную связь. Это еще, знаете, такой уровень профессионализма, когда мы не только говорим обратную связь, почему нам не подошел кандидат, да, например, почему мы готовы ему отказать, ну и даем какую-то почву для раздумий, что ему необходимо улучшить в работе именно с нашей стороны, да, то есть как мы это видим. Ну и, конечно, еще важный пункт при подборе персонала – это временные рамки стажировки. Тоже очень важный момент, который нужно сразу обговаривать с кандидатом, чтобы потом люди от нас не уходили в первый период, да, о том, что стажировка будет идти определенное количество дней, дней будет она оплачиваться или не оплачиваться, какой будет итог по окончанию этой стажировки, когда мы принимаем решение о дальнейшем сотрудничестве. Тоже очень важный момент. Почему? Потому что иногда могут стажироваться и 5, и 7, и 10 дней, выполнять всякую разную работу, а потом скажут просто, что вы нам не подходите. И здесь уже не про экологичные отношения между работодателем и сотрудником. Коллеги, по лайфхакам, по первой ошибке, ошибке в подборе кадров. Понятно, откликается, идем дальше. Если да, то тогда ставим единичку. Угу, единички пошли. Отлично, хорошо, идем дальше, чтобы быть в тайминге. Вторая ошибка, которую я очень люблю, прям вот люблю всей душой, это нет системы адаптации. Разговариваем с коллегами. Столько денег потратили на поиск кандидата, там потратили столько времени, вроде взяли хорошего человека, начинает работать, отработал 3 недели, ушел. Все, стресс, опять поиски, опять подбор, у руководителя уже опускаются руки, он занимается микроменеджментом, постоянно выполняет какие-то текущие задачи, вместо того, чтобы выполнять какие-то стратегические цели. А все почему? Потому что нет правильной системы адаптации на рабочем месте. Это очень важный базовый инструмент, когда мы работаем с командой. Не важно, приходит к вам новичок, либо к вам приходит профессионал с опытом. В любом случае, приход в новую команду, в новое общество. Это всегда определенный стресс для человека, не в зависимости, сколько ему лет, какой у него опыт, какое у него там внутреннее состояние и так далее. Поэтому второй пункт, это обязательное внедрение программы адаптации, чтобы у вас была сильная команда и вот такие вот лайфхаки от меня. Первое. Это для того, чтобы ваша адаптация была интересной и после нее члены команды оставались работать и чувствовали себя хорошо. Что нужно? Вовлекать команду в процесс адаптации новых сотрудников. Каким образом это можно делать? Поделюсь с вами. Это школа наставничества. Школа наставничества – это классный, интересный проект. Я его реализовываю уже три года. Раньше я сама участвовала как наставник. Потом в какой-то момент… Так, прошу прощения, у кого-то микрофон. Потом в какой-то момент я поняла, что меня просто не хватает, и я из-за этого выросла. Что было сделано? Были выбраны определенные кандидаты. Была для них создана школа наставничества. Наставники разработали листы программы адаптации и вместе уже с руководителями и сами наставники были вовлечены в процесс адаптации новых сотрудников. Соответственно, и команда вовлечена, то есть им интересно и выгодно, чтобы новые сотрудники остались работать. Они тоже понимают, какие у них есть выгоды. Ну и, соответственно, новичок чувствует себя здесь желанным и нужным. Затем, для того, чтобы адаптация проходила хорошо, организация коллективных анбордингов. Что я здесь понимаю? То есть, когда у нас, наверняка тоже сталкивались, проводят, если это большая компания, холдинг, HR проводит собеседование, рассказывает про корпоративную культуру, как у нас все хорошо и так далее. Все здорово, приходит человек в определенную точку, то есть там в ресторан, кофейню, еще что-то, и там совершенно другая атмосфера. То есть то, что мне рассказывали на собеседованиях, ожидание и реальность, как говорится. Поэтому коллективные анбординги, какие-то встречи, какие-то мероприятия, завтраки, там чтение книг, посещение кинотеатров, совместные тренировки, это тоже классно приветствуется. Во время адаптации мы таким образом, знаете, как разжигаем интерес у кандидата, чтобы он с нами остался. Дальше. Усиление роли руководителя. Тоже очень важный момент, когда руководители не участвуют в процессе адаптации, а иногда просто даже идет там по ресторану, либо по отелю и такой думает, кто ты, как тебя зовут, да. То есть руководитель, обязательное участие руководителя в процессе адаптации, это встречи one-to-one, да, то есть это какие-то диалоги, хотя бы краткосрочные, но они обязательно должны быть. Не обязательно, чтобы это был управляющий, например, ресторан, да, то есть линейный руководитель, например, там менеджер, либо старший человек в этом подразделении. Дальше. Регулярная синхронизация по целям и качеству работы с новичком, да, то есть что было поставлено, как работа была выполнена, да, то есть мы не просто его отпускаем в свободное плавание, а каждый день берем обратную связь. Обязательно сверху по ожиданиям и потребностям. Здесь очень тоже важный момент, который возникает у учеников, например, да, когда я даю эту информацию. А как, например, быть, если вот мы взяли кандидата, начинаем адаптировать его, и, например, там есть определенные этапы, когда нужно брать обратную связь, да, у человека, там, 3, 7, 14 и 14 день. Например, на 3 день мы понимаем, что, ну вот, вроде все хорошо, парень хороший, то есть и подходит нам и так далее, но вот что-то между нами, вот этой вот искры не произошло, да, вот такое бывает. Вроде интересный, классный проект, и так в него хотел, но вот где-то там что-то не загорелось. Как же быть в таких моментах? Важно проводить диалоги, да, и сверяться по ожиданиям и реальностям. Это когда мы лучше вначале отпустим кандидата и не будем тратить свое время и время человека, да, и все-таки будем искать ту звездочку, которая нам необходима. Поэтому сверка ожидания по потребностям, она обязательно. Работа с возможными разрывами, ожидания, реальность – тоже очень важный момент. Иногда на собеседовании говорят одно, а по факту, когда мы вникаем в работу, видим объем работы, объем, там, график, заработную плату, не всегда это может совпадать. Поэтому здесь ваша задача, чтобы ожидание и реальность, оно совпадало. На эту тему сейчас очень много разных мемов, я думаю, вы о них тоже видели. Ну и, конечно, конструктивная оценка результатов при адаптации новых сотрудников. Это тоже очень важный момент, да, когда мы не пытаемся быть хорошими, а действительно даем конструктивную обратную связь и оценку обучаемости кандидата. Тоже часто возникает вопрос, как правильно дать оценку. Скажу так, что все люди разные, и кто-то учится быстро, кто-то схватывает информацию быстро, кто-то кому-то нужно определенно дольше времени, но это никак его не характеризует, как неквалифицированного сотрудника. Поэтому для каждого сотрудника у нас индивидуальная оценка результатов за какой-то определенный короткий промежуток период. Ребят, поделилась с вами лайфхаками, которые можно использовать уже сейчас в работе, да, именно по адаптации. Если есть вопросы, если есть вопросы, пишем, если все понятно, сердечки, либо однерочки, единички, идем дальше. Однерочки. Так, ага, вопросы. Отлично. Интересные вопросы. Обязательно на них поотвечаю. Хорошо. Идем дальше. Дальше. Следующий, третий пункт, на который хочется обратить внимание, это отсутствует обучение или единые стандарты работы в команде. Мой любимый пример – это про то, что как сделать так, то есть когда приглашают спикера либо тренера, прокачайте нам сервис. А что не так с сервисом? Ну, мы не знаем, что не так с сервисом, но мы хотим, чтобы у нас было много гостей, чтобы у нас выручка была, чтобы у нас прибыль была хорошая, чтобы гости возвращались. Здесь ты начинаешь разговаривать, спрашивать, а что у вас есть, а есть ли у вас обучение, а есть ли у вас какие-то правила, регламенты и так далее. Да, вроде есть, там когда-то скачивался интернет, но их никто не знает, а даже если знают, просто расписались, и они лежат, ими никто не пользуется. В 99% случаев это постоянный ответ, но тем не менее, если мы не будем вкладываться в обучение своей команды и прописывать какие-то единые стандарты работы, то, конечно, мы будем получать такие отзывы, как я уже говорила ранее, раз на раз. То есть в зависимости, если попал на хорошего человека, который там где-то получил какие-то знания, он будет тебе предоставлять качественные услуги и сервис. Если попал на сотрудника, который не обученный, то тогда, соответственно, жди негативный отзыв. Еще очень часто про единые стандарты работы, наверняка здесь есть руководители менеджера, когда получаешь какой-то негативный отзыв, идешь к сотруднику и говоришь, ну вот как так, ну мы же столько раз обсуждали, там, на планерках, еще что-то. И сотрудник говорит, а где это написано, а мне это не говорили, а я об этом не знал. Сталкивались ли вы с этим? Коллеги, поделитесь кто-нибудь в чате. А я не знал, а мне не говорили, а где это написано? Да, да, да. А на болевшем, да, вот Элла пишет. Постоянно, да. И ты превращаешься в, знаете, я люблю такое понятие, как руководитель чайка, когда ты говоришь-говоришь, 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 а они не делают. Что я предлагаю здесь, да? Первое, ну, конечно, это создание стандартов совместно с командой. Про стандарты могу говорить очень много, и если говорить про единые стандарты, сейчас огромное количество информации можно найти в интернете, а можно разработать их совместно со своей командой, которые будут им откликаться, которые будут им интересны, которые они будут использовать в работе и постоянно модернизировать при обслуживании гостей. То есть они получили какой-то опыт и потом говорят, вау, классно, вот здесь что-то я интересное узнала от гостей, а давайте что-то изменим и добавим. То есть стандарты – это не та история, когда мы просто написали какой-то документ, поставили печать предприятия, поставили подпись, и все, больше мы не двигаемся, да, то есть нет. Стандарты, они должны быть лояльны, они должны быть постоянно меняющимися, они должны быть постоянно актуальны для тех ребят, которые работают с вами. Устраивайте марафоны сервиса. Что значит марафоны сервиса? Это такая интересная история, задумка, которую я тоже совсем недавно, вернее, не то, что недавно узнала, которую я использую в работе. Это когда мы составляем марафон сервиса, и новый сотрудник, либо старые сотрудники, регулярно пробегаются по этому марафону, то есть там берем неделю, определенную тему, и в этой теме проводим определенные сервисы. То есть рисуем карту, и на карте уже ставим отметки, какие этапы мы прошли, и людям интересно. А если еще все сотрудники, например, участвовали в тренингах, они их не пропускали, то даем еще какой-то интересный приз, да, то есть какую-то награду, какую-то премию. Вот, например, сегодня наш формат вебинара должен как устроен, как марафон сервиса. Если вы все прослушаете, будете хорошо участвовать, то в конце вас ждет приз. Конечно, не скучные тренинги и геймификация. Почему? Потому что все устали от лекций, да, когда нет взаимодействия с группой, когда можно все почитать в интернете, поэтому ваши тренинги должны быть интересными, обязательно с использованием разных новых лайфхаков. Ну и, конечно, используем контроль сервиса глазами гостей. Хочу сказать, что сейчас, конечно, популярные такие услуги, как тайный гость, о том листы, контрольные листы наблюдения, да, это все есть, это все рабочие инструменты, но время не стоит на месте. И есть сейчас формат искусственного интеллекта, да, который уже внедряют в разные рестораны и отели, да, когда сам искусственный интеллект определяет уже, где были нарушены продажи, где официант там долго забирал тарелку, как долго мы поднимали телефонный звонок, все возможные чат-боты. То есть сейчас, конечно, вот именно история про геймификацию, про чат-боты, про искусственный интеллект, она набирает обороты. Здесь долго не буду останавливаться. Почему? Потому что второй спикер будет об этом более подробно рассказывать, про то, как модернизировать, про то, как внести изменения, как оптимизировать эти процессы, чтобы вашим сотрудникам было интересно в этом участвовать. Поэтому обязательно не отключайтесь. Ну и последняя ошибка, на которую мне хочется тоже остановить свое внимание, это не закрыты базовые потребности у вашего персонала. Что здесь я подразумеваю? Вроде решили взять человека, провели собеседование, все хорошо, взяли кандидата, провели программу адаптации, и вроде у нас и стандарты есть, и тренинги проводят, а люди все равно уходят. Да, то есть человек все равно уходит. Как быть? На что здесь обращать внимание? Можно провести вот такой вот интересный тест, который я вам подготовила, его можно тоже себе потом сфотографировать и посидеть, подумать. То есть если у вас хороший подбор, есть адаптация, есть обучение, есть тренинги, но не закрыты базовые потребности персонала, то люди все равно будут потихоньку от вас уходить. То есть какая бы классная ни была корпоративная культура, но если у сотрудника низкая заработная плата и заработная плата не закрывает его базовых потребностей, как бы классно ему не было в коллективе, как бы классно ему не было в команде, он все равно будет искать другое место. Неприятно, горько, но факт. Некомфортный график работы. Это такая тоже очень сейчас интересная история, с учетом того, что сфера общественного питания и сфера хорики это проненормированный рабочий график, но все мы понимаем, что если мы не соблюдаем вот этот баланс труда и отдыха, то мы быстро выгораем, у нас быстро пропадает интерес, нас уже не радуют ни гости, ни чаевые, поэтому некомфортный график труда, он очень тоже влияет на то, как сотрудники с нами продолжают работать, либо от нас уходят. Плохие условия работы. Сюда я отношу такие моменты, когда у нас нет инвентаря, то есть история совсем недавняя. Большая компания, сотрудник из нее уходит, приходит на собеседование, я провожу собеседование, и вот он говорит, вроде все хорошо, все как бы классно, бренд и так далее, но тарелок нету для обслуживания гостей, и ножа нету, стейшены не подготовлены, обучения нету, да, то есть плохие условия работы, то есть все-таки люди сейчас, с учетом того, что огромный выбор разных сфер и ресторанов, и отелей, люди могут выбирать, поэтому важно, какая у вас будет униформа, как вы кормите своих сотрудников, да, какое у вас питание, как вы их развиваете, и еще очень важный пункт, это отсутствие корпоративной культуры. Тоже, знаете, вот эта палка в двух концах, когда людей уже мало мотивировать заработной платой. Люди хотят чего-то большего, люди хотят развиваться, они хотят ездить на какие-то мероприятия, они хотят посещать тренинги, они хотят читать книги, ходить на какие-то тимбилдинги, поэтому если у вас нету никакой корпоративной культуры, даже ее задатков, со временем даже стабильные кандидаты, а если это люди поколения Z, да, то есть это вот молодые специалисты, и для них очень важна корпоративная культура, вот этот корпоративный дух, корпоративное взаимодействие. Про корпоративную культуру, про низкую заработную плату, и плохие условия работы мы уже будем говорить отдельно, более подробно на курсе, который будет у нас в июле. Но вот такой вот тест, поэтому вы можете тоже посидеть, подумать и определить по шкале, да, от одного до пяти, какая ситуация сейчас у вас и есть ли над чем подумать, да, вот сейчас в моменте. И еще очень важный момент, обязательно с увольняющимися сотрудниками проводите последнее интервью, да, это тоже такой интересный опыт, который пришел, допустим, ко мне со временем, потому что первое время, когда ты молодой руководитель, это страшно, услышать обратную связь, да, и не всегда позитивную обратную связь, но потом ты понимаешь, да, что конструктивная обратная связь, увольняющиеся сотрудники, они чаще всего говорят, нам терять нечего, будем говорить как есть. И вот здесь они тебе просто выписывают вот такой вот список всех нюансов, да, которые их не устраивают, и это вот как раз история не про то, чтобы обидеться и сказать, да нет, это ты какой-то не такой, ты нам не подходишь, да, это как раз история про то, что, возможно, нужно что-то изменить, чтобы в будущем новый человек, который придет в вашу команду, да, он не столкнулся с этими трудностями, которые есть у него сейчас. Итак, какие причины отсутствия сильной команды, коллеги, вы нашли у себя? Первое, ошибки в подборе. Второе, нет системы адаптации новичков. Третье, отсутствуют стандарты работы. И четвертое, не закрыты базовые потребности. Напишите, пожалуйста, в чат циферку от одного до четырех, какие ошибки вы нашли у себя. Наверняка есть те, у которых не нашли ошибки, и вам просто спасибо. Отлично. Не закрыты потребности сотрудников. Класс, класс. Хорошо, идем дальше. И последняя моя такая история на сегодня. Очень хочу показать вам вот такую табличку, она будет финальной. То есть, как работа с командой влияет на репутацию бренда. Не развиваем сотрудников и не заботимся о команде. У нас высокая текучесть. Сотрудники уходят и дают от нас негативный отзыв о нашем заведении, низкий трафик кандидатов. И вот здесь вот в середине как раз образовывается вот этот вот кадровый голод, о котором сейчас так модно говорить. Поэтому, коллеги, хочется вам пожелать регулярно вкладываться в свою команду, развивать людей, чтобы люди с вами оставались надолго, чтобы они горели работой, чтобы они не хотели уходить. Но в любом случае текучесть кадров невозможно остановить на 100%. В любом случае бывают разные ситуации, когда человек просто вырос из вашего места, ему настолько здесь хорошо, но такой огромный выбор разных ресторанов, отелей, что хочется поработать в разных местах. И люди могут уходить, и это нормально. Мы не можем сохранить коллектив на 100%. Но было бы здорово, если люди, которые будут от вас уходить, говорили бы о вас очень положительно, теплые слова и обязательно вас рекомендовали своим коллегам, которые будут в поисках работы. Спасибо вам огромное. Немножко информации обо мне. Сейчас я буду передавать слово своему другому спикеру Тимофею. Если есть какие-то вопросы, пишите. Я на них обязательно отвечу. Я отвечу на вопросы, я никуда не выхожу. Давайте дадим слово другому спикеру, чтобы мы тоже были в тайминге. Спасибо вам большое. Анжела, большое спасибо. Анжела остается с нами. Я видела, что у вас вопросы в чате. Анжела, сейчас, пожалуйста, остановите демонстрацию. Да, и, соответственно, мы даем слово второму нашему спикеру, который сегодня с нами, Тимофей Крышко. Это директор по развитию компании TeamJet, который как раз-таки расскажет нам про автоматизацию и процессов, в том числе работы с персоналом в отеле, но и не только. Тимофей, пожалуйста, вам слово. Да, добрый день всем. Спасибо большое. Анжела, это было очень интересно, потрясающе. Я хотел прежде всего, на самом деле, поблагодарить университет с весом. Немножко расскажу про себя и вообще, какой у меня опыт. На самом деле, я с момента выпуска из школы связал свою жизнь с гостиничным бизнесом, учился в Государственном университете управления. И почему сейчас упомянул про это? Потому что по факту те знания, которые нам давали, они оказались абсолютно неприменимы в реальной жизни. Я работаю с третьего курса в бизнесе в отелях, в бизнесе, связанном с отелями. И вот могу вам честно сказать, что то, что вы приходите на вебинары университета с весом, и я очень надеюсь, что даже учитесь там, это огромный вклад в ваше собственное будущее, развитие. Мне лично первые годы работы очень не хватало каких-то базовых теоретических знаний, понимания, как это происходит. То есть практика, она постепенно набивалась, но мало того, что теории не хватало, практики у нас тоже никакой не было. Пользуйтесь возможностью, которую вам дает с весом, и я думаю, что всех вас ждет прекрасное будущее в отелях. Как я уже сказал, вся моя жизнь связана с гостиничным бизнесом. Я работал в компании небезызвестной IAG Intercontinental Hotel Group, начинал фронт-офис администратором, закончил свою работу там руководителем службы приема и размещения, и потом вся моя жизнь связана с IT. Работал в компании HRS небезызвестной, отвечал за развитие бизнеса в африканском регионе, и уже пять лет работаю в компании Teamjet. Наша компания на самом деле немножко уникальна для рынка. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что что-то написать не проблема. Но если ты не знаешь, что происходит реально в гостинице, это большой минус для всех. Вы наверняка все сталкивались с компаниями, с какими-то автоматизациями, которые приходили и говорили, вот инструмент, а как им пользоваться, это уже ваша проблема. Мы действуем не так. Все наши сотрудники, которые отвечают за взаимодействие с клиентами, за развитие продукта, имеют гостиничный опыт. У нас есть ребята из Мариотта, из Акора, из российских сетей, и мы весь свой опыт вкладываем в развитие наших продуктов. И вот то, что как раз говорила Анжела, что не хватает времени на создание каких-либо там правил, операционных стандартов, каких-то вещей, вот как раз все это мы вкладываем из своего опыта в наши продукты. Поэтому стараемся автоматизировать бизнес отельный и помочь максимум не только самим продуктам, но и теми знаниями, которые есть у нас. Сегодня мы поговорим с вами вообще, как цифровые технологии помогают гостиничному бизнесу и почему важно уже сейчас инвестировать в технологии с точки зрения и ваших гостей, и самое главное, с точки зрения ваших сотрудников. Почему вообще решили поговорить об этом? Ну, потому что если раньше гостиничная сфера, вы, наверное, все согласитесь, была чем-то таким, возможно, даже элитарным, все старались туда попасть, связать карьеру с этим, но, к сожалению, в связи с пандемией, с уходом иностранных брендов престиж профессии сильно падает. Как яркий пример, вот я был учеником одного, как считалось, из топовых вузов страны, он тогда, по-моему, на пятом месте был по рейтингу, и я ходил на собеседование, решил пойти работать уже на третьем курсе, ходил на собеседование. Первое мое собеседование было в отеле Мариот Ройл Аврора, и там меня, мне подумали и предложили мне полставки администраторов в СПА, при том, что у меня знание есть, во-первых, вуз неплохой, опыт работы уже был, практики, и при этом здание нескольких языков. Туда я, конечно, не пошел, пошел администратором в гостиницу Хольдейн Сокольники в Москве, но это вот к вопросу о том, что если раньше мы все стремились и были готовы к тому, чтобы вкладываться в этот бизнес, строить там свою карьеру, сейчас такого, к сожалению, нет. Нет этих горящих глаз, нет понимания вообще, какое будущее у ательеров и куда можно расти, это большая проблема и нам вместе с вами предстоит с этим справляться. Сфера непростая, кажется, что круто, гости все на лайте, мы с вами сейчас будем заселять гостей, помогать, им будут крутые чаевые, но ситуация сильно меняется. Когда сотрудник приходит, оказывается, что работы много, персонала мало, часто идут смены, замены смен, просьбы выйти куда-то, хотя ты планировал отдохнуть, и сотрудники зачастую увольняются. При этом мы с вами находимся в принципе на таком переломном моменте в развитии туристического бизнеса в России, внутренний туризм у нас развивается семимильными шагами, все мы начинаем путешествовать, если раньше первая мысль куда поедем, мы поехали в Европу, билеты недорогие, то теперь мы с вами все думаем, ну и большинство наших гостей планируют свой отдых, в первую очередь глядя на отечественный рынок. Вот тут, кстати, у нас были представители из Абхазии, в прошлом году первый раз посетил это прекрасное место, я в восторге, сервис по сравнению с тем, что мне рассказывали, мои друзья, вырос до неимоверных высот, поэтому спасибо вам большое, реально очень круто. Так вот, наши гости стали путешествовать, путешествовать стала молодежь, надо понимать, что раньше средний возраст наших гостей был гораздо выше, теперь у нас очень много молодых путешественников, и к этому тоже надо быть готовыми нашим сотрудникам. Ну и понятно, что все мы с вами предпочитаем пользоваться бесконтактными какими-то средствами, мы уже с вами редко ходим в магазины, все заказывается через мобильный телефон, да и в принципе мы не особо скажем так, стараемся социализироваться, все уходит в такой, в онлайн, и это тоже непосредственно влияет на наших с вами сотрудников, они должны быть к этому готовыми, и это должно быть им тоже интересно, потому что наши сотрудники все моложе и моложе. Понятно, что есть такие отделы как хаускиппинг, как инженерная служба, где пока омоложение не так активно, но фронт-офис, а F&B это зачастую наше как раз то поколение Z, о котором говорила Анжела. Чуть поподробнее вообще поговорим о том, с чем же мы сталкиваемся, вот здесь вот прекрасная картинка, мне кажется, мой первый день как раз в отеле выглядел примерно так, с чем сталкиваются наши сотрудники. Вы представьте, вот мой первый день, мне дали инструкцию, я почитал, сказали, вот стой на деске и помогай гостям. Я такой, круто, а что делать? Первое же, с чем я столкнулся, подходит гость, сует мне пакет с прачкой и говорит, отдайте, я вечером заберу. Окей, кому отдавать? Вроде какой-то инструктаж прошел, ничего не знаю. Куда звонить? Как это надо сделать? Страх сразу появляется. О чем это говорит? Ну, даже в международных сетях система адаптации не была выстроена так идеально, хотя они и старались. Что я сделал? Я стал отвлекать моего супервайзера, спрашивать, что мне делать, потому что уже паникую. Он сказал, вон там лежит листочек, пожалуйста, найди прачечную и позвони им. То есть, вы представляете, сколько вообще было моментов взаимодействия. Вместо того, чтобы сразу начать работать, я отвлек и сотрудника, мог сделать что-то не так, да и выглядел в глазах гостя не очень. Это и является неэффективным взаимодействием вследствие неэффективных процессов адаптации. Нам с вами надо над всем этим работать и понимать, что сотрудники, приходящие в нашу отрасль, скорее всего, смотрят на нее через розовые очки. Понимаете, что это тяжело, будьте всегда с ними и используйте современные средства, какие я вам чуть-чуть позже покажу. Специалистов не хватает, однозначно, такие вот зачастую люди уходят из отелей в другие сферы вследствие низкой оплаты труда, вследствие того, что, в принципе, да, зарплаты отстают сильно от рынка. Сейчас ситуация исправляется, но все же не такими быстрыми шагами. Текучка кадров. Поговорили уже с вами об важности адаптации, обучения и подходов к нашим сотрудникам, но вы должны понимать, что вот эти 28, чтобы не попасть как раз, не делать своих сотрудников, чтобы они не попали в 28% тех, кто увольняется в первое время, вы должны быть с ними и оказывать им тот же сервис, зачастую, который вы стараетесь оказать для своих гостей. Это наши сотрудники, это основной наша ценность и то, за счет чего мы с вами можем зарабатывать деньги. Вы должны понимать, что ваши сотрудники, особенно вот это молодое поколение, поколение Z, оно тоже хочет каких-то вызовов. Мало того, что вы должны им показать, мы с вами как раз Анжела говорила о том, что не закрыты зачастую даже базовые потребности, почему это другой вопрос, но вы должны понимать, что те процессы, в которых они взаимодействуют, должны быть им интересны. Вы просто представьте, приходят они к вам, а у вас, как вот у нас было яркий пример, все выдачи инвентаря записывались вот в такой же книжечке, как в тетрадочке, и нужно было это контролировать, если вам возвращают зонтик, то нужно было его вычеркивать. Вы представляете, да? Ваш сотрудник приходит, он планирует строить свою карьеру у вас, а ему говорят, записывая в тетрадочке, уже даже в школах эти тетрадочки уходят на второй план. Поэтому цифровизация важна мало того, что с точки зрения того, чтобы вы быстрее начали использовать ваших сотрудников непосредственно для того, чтобы они приносили вам выгоду, но и для того, чтобы они понимали, что важно очень остаться в этой гостинице и эффективно развиваться. помимо этого, что видите вы вот с этими тетрадочками? Да ничего, фактически вся ваша операционка, она проходит в режиме того, что где-то записали, кому-то сказали и потом в результате вы разбираете со своими сотрудниками отзыв, который пришел к вам уже на TripAdvisor, на Яндексе, на Tugis, да где угодно. То есть, это неинтересно, во-первых, это абсолютно закрыто туманом для вас, ваша операционка, а во-вторых, это неинтересно вашим сотрудникам, непонятно, что они сделали в моменте. То есть, вы же знаете, наверняка, что у текущего поколения, у молодого, у них окно внимания меньше 30 секунд. Так вот, представьте, насколько эффективно для вас будет разбирать какие-то кейсы постфактум. Если же все это оцифровано и вы понимаете, что реально происходит, как быстро доставляются какие-то запросы гостей, как быстро они коммуницируют с ними, как быстро элементарно на примере инвентаря, как быстро они фиксируют передачу инвентаря и то, что его вернули вам. Бронируют, возможно, мангалы или беседки для каких-то собственно для праздников. В принципе, взаимодействуют. И все это приводит к тому, что ваши гости в негативе, потому что они долго ждут, и ваши сотрудники тоже не в современном цифровом мире все сейчас сидят в телефонах. Я уверен, что даже большинство из вас, кто слушает нас сейчас, в руках крутят телефон. Либо что-то отвечают на WhatsApp и одним ухом слушают, либо просто уже отвлеклись, так как мы с вами больше часа на вебинаре и уже пытаются заняться своими делами. Я уверен, что это так. Если телефон у вас в руках, можете тоже покоммуницировать со мной и написать что-нибудь в чат. А мы с вами идем дальше. Адаптация сотрудников и чек-листы для ускорения отбординга. Я вам сказал, что современные сервисы, особенно цифровые, они стремятся дать вам не только инструмент, с помощью которого вы можете потратить время, внести туда стандарты и потом отдать это сотрудникам и поддерживать. Они пытаются дать вам какую-то базу, с которой уже можно работать. В частности, в нашем сервисе, как я вам сказал, мы берем практики топовых современных отелей, а среди наших клиентов такие отели, как оставшиеся на рынке отели международных брендов Acor, Lotte, бывшие отели Mariotta, IG Holiday, также мы являемся корпоративным стандартом для управляющей компании Cosmos, с которой вы наверное сталкивались, отели Cosmos сегодня на рынке активно очень представлены. Так вот, собирая все самое интересное, обрабатывая это, мы вам уже отдаем не просто цифровой продукт, который позволит вам эффективно собрать эту базу знаний, стандарты операционных процессов. Перед подготовкой к вебинару с Анжелой разговаривали, она как раз этим и занималась непосредственно в работе в гостинице и отметили такой момент, что когда есть вот такой заряженный сотрудник, который все это создает, тратит большое качество времени, создает вокруг себя эту команду стандарта, это круто очень работает. Но когда, к сожалению, такой сотрудник уходит, получается ситуация, что это все постепенно сходит на нет, потому что листочки у нас с вами неинтересны, стандарты у нас записаны, лежат где-то либо распечатаны, либо в файликах на каком-нибудь гугл-диске или яндекс-диске, и все это приводит к тому, что стандарты падают. Так вот, с цифровыми сервисами, которые удобны, привычны вашим сотрудникам, этого не произойдет. И, что круто, вот представьте, я вам рассказал кейсы своей личной практики, когда я не знал, что делать в первый день, возможно, не в первый, а в второй день своей работы, не знал, а что же мне, куда же мне эту прачку отдать? Наши сервисы позволяют вам выстроить четкие процессы, цифровые именно, в какой момент, какую задачу и кому надо передать, чтобы у таких сотрудников, как я, новеньких, в тот момент, не возникало лишних вопросов, и они могли эффективно вовлекаться в рабочую деятельность через как раз такие игровые процессы, процессы геймификации. То есть, создайте задачку, отследите ее, поймите, что все эффективно, и вам даже, если гость ко мне обратится, а где моя прачка, я сразу могу видеть, а что же с ней произошло, в каком она статусе, и когда ее вообще принесут вашим гостям. Немаловажно, это чек-листы. Чек-лист есть в отеле в каждом, если вы их не используете, пожалуйста, задумайтесь об этом. Это позволит вам в любом виде, даже если это будет просто чек-лист на бумажке, дать вашим сотрудникам план на день, четкий список того, что им необходимо сделать, и самим следить за собой. Практика селф-чеков, она никуда от нас с вами не ушла. Мы как сами стараемся действовать по какому-то плану, так и выдаем эти чек-листы сотрудникам. Если они в удобном виде, в мобильном телефоне, в компьютере, это всегда очень сильно вовлекает ваших сотрудников и позволяет вам эффективно, а, отслеживать, что они делают, и, б, это эффективно потом давать им обратную связь. По поводу геймификации и обучения сотрудников. Что было раньше? Был крутой бренд, который вкладывал огромные деньги глобально в обучение сотрудников. Это было интересно. В компании IG была даже своя академия, которая давала и знания, и базу какую-то практику. и это было интересно, это позволяло понимать, куда стремиться вашим сотрудникам. В частности, мне, я понимал, куда я расту, как быстро я смогу вырасти. Вам понятно, что, если это независимый отель или небольшая сетка, таких объемов у нас с вами быть не может, потому что, ну, как бы, 5000 отелей и 10 отелей. Но вы тоже должны использовать все современные сервисы и быть интересным и вашим сотрудникам, и позволять им классно вообще проводить время помимо работы, то есть, в таких сервисах, к которым они привыкли. Яркий пример. Недавно вот своим сотрудникам тоже мы обсуждали одну из задач, где нужно было собрать определенные, для одного из кейсов собрать определенную базу, скажем так, информации. Я ее спрашиваю, ну, что ты сидишь две недели? Ну, я там спросила, тут спросила, собрала практики. Я говорю, давай вот зайдем прямо сейчас зарегистрируемся на тебя в чат GPT, бесплатный абсолютно, и нам за две секунды дадут и структуру, и дадут и какие-то, скажем так, определенный набор знаний. Вот мой вам совет, мы в эту сторону как компания тоже эффективно движемся и скоро даже представим на рынке условия, решения, которые позволят вам эффективно взаимодействовать с этим. Давайте сотрудникам, не бойтесь сами использовать и разбираться в современных инструментах, в частности, вот этот чат GPT или Яндекс GPT, и поощряйте своих сотрудников для использования этих сервисов. Расскажу вам немножко про будущее, к которому мы идем. допустим, вы представляете, представляете, в какое-то время у нас с вами будет возможность просто загрузить определенную базу наших знаний и попросить искусственный интеллект их обработать и дать сотрудникам взаимодействовать с этим, чтобы они могли эффективно найти те знания, которые есть, а мы с вами не тратили время на обучение или на какие-то на составление в графиках обучения или на дополнительные вопросы. Мы с вами уже на самом деле довольно давно сидим. Немножко скажу, что то, что мы говорим про наших сотрудников, применимо и к нашим гостям. Все мы привыкли к тому, что мы взаимодействуем зачастую через различные сервисы доставки, мы взаимодействуем с вами через заказываем еду домой, не ходим в магазины, покупаем билеты онлайн. Ваши гости тоже уже готовы к этому и предпочитают привычные способы связи. Поэтому не стесняйтесь давать им возможность различных точек, предоставлять им различные точки входа для взаимодействия как с вами, так и с вашими сотрудниками. Это принесет вам как дополнительную прибыль, так и классные отзывы на различных площадках. Мы помогаем отелям создавать реально крутые цифровые аватары ваших отелей, чтобы у вас были эффективные отзывы и на Яндексе, на Дугисе, то есть на всех площадках, которые зачастую используются сейчас после ухода того же букинга. в принципе это все, что я хотел вам рассказать за это небольшое время, поэтому буду вам признателен, если вы будете подписываться на наш телеграм-канал, в котором мы делимся интересными видео с лидерами отельного рынка, у нас есть свой ютуб-канал, делимся интересной и полезной информацией и также готовы всегда вас выслушать и лично помочь вам. В принципе у меня наверное все, очень благодарен компании университету Свисам за приглашение, буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное, пока еще у нас пишутся вопросы в чат, я с вашего позволения пару слов скажу все-таки про курс, в котором нас будет преподавать Анжела, да, и соответственно мы начнем тогда с вопросов потом к Тимофею, так как вам нужно уже будет подскажите пожалуйста видно ли мой экран? Так, надеюсь что видно. Итак, хочу рассказать про курс, который у нас уже запускается в ближайшее время, вы пока пишите пожалуйста продолжайте ваши вопросы в чат, буквально через пару минут на них наши спикеры любезно ответят, соответственно это курс, что-то у меня тут все зависает, прошу прощения, управление персоналом в отелях и ресторанах, это 10 занятий два раза в неделю по три академических числа, формат курса онлайн, но это не записанные лекции, это дистанционный формат, соответственно студенты вместе с преподавателями подключаются в режиме онлайн, задают вопросы, общаются, но в малой группе, не в такой большой, как у нас сейчас, поэтому можно говорить голосом, соответственно вы получаете практические материалы, которые вы можете сразу же применить, массу готовых памяток, документов, шаблонов, ну и конечно же обратную связь от экспертов индивидуальные рекомендации, что еще важно, интересно этот курс, он разбит на две ступени, вы можете пройти как обе ступени, так и выбрать какую-то одну, которая на данный момент времени для вас является наиболее актуальной, да, первая ступень это грамотный подбор и адаптация сотрудников, сегодня уже коллеги как раз-таки довольно много рассказывали и про адаптацию, и про подбор, потому что это то, с чего начинается работа с персоналом, конечно же, это очень важный этап, ну и второе, это уже эффективное управление и развитие сотрудников в вашей компании, да, потому что, чтобы подбор не превращался в постоянную нескончаемую воронку с затыканием дыр, да, нужно удерживать и развивать своих сотрудников, это не менее важно, наши преподаватели, как я уже рассказывала, в связи с вами все преподаватели это практикующие эксперты, да, вы видите, среди наших преподавателей этого курса также Анжела, она тоже вам ведет в нем определенный блок, ну и другие преподаватели практики, здесь вы тоже можете немножко про них прочитать, как раз-таки Тимофей рассказывал сегодня, что оказывается космос космос хотел групп является их партнером, а вот сотрудники из космос тоже с нами, это, например, Кира Песелева, директор персоналу, как раз-таки в шести отелях космос хотел групп, и также ее коллеги Алиса Боздикова и Мария Кравчин. Старт этого курса уже 2 июля, на самом деле у нас уже закончилась цена раннего бронирования, уже сейчас полная цена действует, но для участников сегодняшнего вебинара мы оставляем такую возможность забронировать место в группе до 20-го числа по цене ранней брони, да, то есть это сниженная стоимость, по кодовому слову вебинар, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам приемной комиссии, они, соответственно, подготовят для вас договор, все расскажут, все объяснят. По QR-коду можно, соответственно, перейти и поподробнее посмотреть уже программу, стоимость, все размещено на сайте. Так, Тимофея мы уже представляли, и сейчас давайте мы ответим на ваши вопросы, напоминаю, что за самый интересный вопрос у нас предусмотрен даже подарок небольшой, Анжела, Тимофей, вы еще с нами, выключайте, пожалуйста, ваши микрофоны, а я буду читать вопросы. Так, Анжелу вижу, Тимофея пока не вижу, поэтому давайте тогда начнем с вопросов для Анжелы. Екатерина, Тимофей хотел убежать, может быть, мы тогда с его вопросов. Я просто его не вижу, Тимофей, вы здесь? Я тут, я тут. А, все, да, отлично. Тут есть вам вопросы, можно ли использовать TeamJet в ресторанах? Есть ли такая возможность? Да, мы абсолютно не ограничиваем сферу использования нашего продукта. У нас есть клиенты даже фитнес-центры, отдельные рестораны, спа, то есть полностью покрываем весь комплекс наших, скажем так, потребностей клиентов. Классно. И вот еще вопрос. Чек-листы используются внутри приложения или на базе Google опросов? И можно ли в чек-листы добавлять фото исполнителю? Да, у нас можно добавлять фото исполнителю, это можно и в отдельную задачу, и в чек-лист, который вы отправляете, например, передача смены, обход дежурного менеджера, то есть все это может быть подкреплено фотографиями. Все полностью автоматизировано, вы используете наше приложение полностью для того, чтобы контролировать свой объект либо размещения, либо ресторан, то есть никаких сторонних сервисов у нас не используется. Есть еще вопрос, есть ли интеграция с Bittrex или открытой АПИ? Да, мы полностью российская компания, никаких ограничений у нас на взаимодействие нет, можете воспользоваться нашим АПИ, если необходима какая-то интеграция, но на своем опыте могу сказать, что для тех задач, для которых мы работаем, никаких проблем не возникает, просто работая с нашим приложением. Так, интеграции основные у нас с PMS-системами, то есть для передачи статусов номеров, информации о том, заселен гость, не заселен, чтобы у вас был доступ к, скажем так, оперативно к информации о своем объекте, где бы вы ни были. И еще вопрос, а отчеты для дежурного менеджера или другие чек-листы уже установлены или отель сам их делает с нуля? Уже предустановлено на базе наших знаний, но вы можете свои добавить. Классно. Ну, еще тут такой вопрос, не знаю, насколько вы готовы на него сейчас прям ответить. Какова стоимость на 100 сотрудников? Ну, или, может быть, вы можете ответить в целом, да, от чего зависит, наверное, стоимость. Так, Тимофей, наверное, у нас уже куда-то от... Так, вы здесь? Да, 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 я здесь. Прошу прощения, да. Пожел на встречу. Повторите, пожалуйста, вопрос последний. Ну, вопрос насчет стоимости, но здесь, на самом деле, человек уже даже написал телефон, про который он хотел бы, чтобы вы его проконсультировали. Соответственно, я вам его передам, Тимофей, и вас тогда отпускаем на встречу и продолжим уже с Анжелой отвечать на ее вопросы. Да, супер. Спасибо большое всем участникам. До свидания. Спасибо вам большое. До свидания, Тимофей. Так, Анжела, сейчас, значит, листаю до ваших вопросов. Их было много. Так, в каком формате практикуете совместное создание стандартов с командой? Тут, я думаю, нужно так кратко отвечать, потому что вопросов действительно довольно много. много? Хорошо, постараюсь кратко. Если говорить про, если вы хотите создать еще и тимбилдинг, то есть определенную встречу с сотрудниками, то, конечно, это формат стратегической сессии, когда мы прям с ватманами, со стикерами разрабатываем каждый стандарт в зависимости от того, что мы хотим получить в итоге, да, то есть мы ставим главный результат разработки этого стандарта, и уже как тренер я использую разные методы, но эффективнее это делать в формате в живом. Если такой возможности нет, и, возможно, вы работаете из разных городов, то прекрасно поможет Google документ, где много людей одновременно в нем могут работать в Zoom и сразу вносить какие-то коррективы. А какие платформы рекомендуете для использования и геймификации для обучения? Ну, наверное, в рамках нашего вебинара это будет немножко неэтично. Екатерина мне здесь подмигивает, да, чтобы я кого-то рекомендовала, но я хочу сказать, что на самом деле, ребят, не обязательно кого-то рекомендовать. Сейчас, допустим, Telegram-канал, да, то есть там есть возможность создания разных папок, библиотек и так далее, плюс создание чат-ботов, это очень достаточно дешево, то есть там, не знаю, там тысячу рублей в месяц это стоит, эта услуга, но ты создаешь именно свой сайт, свою программу, которая будет актуальна для тебя. Да, это время, но зато это будет индивидуально под вас и вы не будете работать на какой-то общей площадке. Это вот история про развитие тоже своей команды. Вот так. Еще тут вопросик от того же человека, сколько времени может занять внедрение системы наставничества в организации? Все зависит от того, как давно у вас работают сотрудники. Если говорить про школу наставничества, я ее запускаю весной, перед сезоном, это обычно у меня марш, школа наставничества, сама программа тренингов идет ориентировочно пять дней, и потом уже после этого начинается практика, потому что все мы знаем, что взрослые учатся только на практике. Практика идет определенно от месяца до двух, почему? Потому что по итогам обратной связи от новых сотрудников я понимаю, насколько школа наставничества успешная либо неуспешная, потому что только сотрудники могут дать корректную обратную связь, как с ними работают наставники. Спасибо. Вот еще у нас интересный вопрос. Как вы относитесь к договору, когда с сотрудником подписывается контракт на то, что мы инвестируем в его развитие, а он обязуется при увольнении менее чем за 3-5 лет из компании не работать в отрасли? Какие же жесткие условия? На самом деле долгое время работала в отделе персонала, не сталкивалась именно с такими условиями жесткими, то есть хочется просто найти, где это зафиксировано, в каких документах. Здесь, наверное, больше на усмотрение работодателя. То есть в одной компании предусматривалась история, что нужно отработать как минимум полгода, либо ты выплачиваешь 50% стоимости за то обучение, которое было оплачено. Либо я считаю так, что если вы боитесь о том, что вы сейчас вложитесь в сотрудника, а он вас уйдет, но это немножко не здорово, то есть он от вас уйдет, то это не очень здоровое обучение. Почему? Потому что все-таки здесь должна быть история на доверие. То есть вы можете фиксировать какие-то суммы, вы можете не оплачивать 100% обучения, вы можете брать какую-то часть, там 30%, но это наоборот показывает вас с лучшей стороны как работодателя, что вы в нем заинтересованы. И это вот такая вот тоже интересная история, которую можно долго разбирать. Но к временным рамкам отношусь не очень хорошо, потому что да кто знает, что будет завтра, а не только через 5 лет. То есть здесь мое мнение такое. Индивидуальный подход к каждому сотруднику, важен ли тебе кадр, либо нет. Хорошо, спасибо. А так, еще у нас тут вопрос такой есть интересный. При, ну, в институте наставничества, насколько я понимаю, здесь к этому вопрос, наставник сохраняет свою основную роль, например, там, официант или менеджер, или он совмещает, и теперь он 50 на 50, вот в каком формате это работает? Я считаю так, что теоретик не равно практик. То есть, когда ты работаешь практически и можешь своим опытом, своим примером показать, как это должно быть, то, первых, у тебя авторитет возникает больше у нового сотрудника. Плюс, в любом случае, ну, давайте будем честными, у нас же нет каких-то институтов, то есть каких-то школ, это только в больших холдингах есть определенные школы. Чаще всего это происходит все в полях на рабочем месте. Поэтому одним из пунктов в школе наставничества, который я веду для своих ребят, блок, есть личная эффективность наставника, где мы разбираем элементы тайм-менеджмента. И мы выстраиваем, как правильно создать график работы таким образом, да, для того, чтобы ты успевал выполнять свою работу, за которую ты получаешь заработную плату, и также успевал уделять время новичку. Ну, и понятное дело, что за каждого обученного новичка, который остается в компании, мы платим материальную премию ребятам. Вот, то есть тоже такая мотивация. А и были случаи, когда люди потом решали быть сервис-тренерами. На самом деле классный, классный кейс. Еще у нас тут был вопрос, как относитесь к хантингу у конкурентов? Ой, такой. Провокационные вопросики у нас сегодня. Да, такие провокационные прям вопросы. Скажу так, отношусь, наверное, неоднозначно. Почему не могу сказать плохо либо хорошо, если это массово, да, и то есть если ты приходишь в ресторан и прям раздаешь визитки, да, и говоришь, приходите ко мне, у меня лучше, наверное, эта история не про меня, то есть она мне совсем не откликается, она мне не близка. Но в моей случае была такая ситуация совсем недавно, год назад, когда я посещаю какое-либо заведение, я всегда открыто общаюсь с коллегами, мне всегда интересно пообщаться с официантами и так далее. И, соответственно, молодой человек задал мне вопрос, скажите, а вы в этой сфере работаете, вы так хорошо разбираете? Я говорю, да. Я просто открываю Инстаграм и показываю то место, где я работаю. Он, соответственно, нашел это место, нашел меня и сказал, что вы так классно рассказывали, я очень хочу поработать у вас, для меня это будет карьерным ростом. Считать это хантингом либо нет, он приехал из другого региона, но его руководители обиделись, руководители ресторана написали даже отзыв, что передают мне привет, что я забрала у них классного сотрудника, потом сами приехали в ресторан, посмотрели, как тут у нас, правда ли, так все хорошо, но тем не менее, критичных каких-то моментов не было, человек себя хорошо проявлял. Вот за такое взаимодействие я не против, а когда вот прям это сильно и прям явно, то тогда, наверное, нет, все-таки нужно уважать и команду, и руководителя, которые собирают этих людей. хорошо. Так, ну и коллеги, давайте последний, у меня тут есть два вопроса, вопрос номер один, какие самые крутые HR фишки вы внедрили, и они откликнулись персоналу, ну тут насчет самых крутых, я прям не знаю, может быть, если есть желание, какую-то одну фишку интересную рассказать, если на это есть время. На самом деле, Анна, это вопрос про корпоративную культуру, и таких фишек их много, да, то есть, которые прям откликаются, ну, например, если говорить вот прям про совсем недавнее, это история про завтраки, то есть завтраки, когда мы сходим коллегами, не просто завтраки, то есть мы не просто завтракаем на рабочем месте, мы выходим в другое заведение какое-то, которое в новое открывается, и мы, эта история не про то, что мы просто смотрим, знаете, и начинается, официант не так там подошел, а хостес вот такая вот, да, то есть мы, эта история не про то, что мы обесцениваем труд других, да, а эта история про все-таки неформальное взаимодействие с командой, и люди понимают о том, что, что бы ни произошло, я всегда могу обратиться к своему руководителю, потому что, ну, прежде всего, она классная девчонка, и она мне поможет. История про корпоративную культуру, она классная, интересная, вот как раз на курсе я буду тоже немножко затрагивать эту историю про обучение и про фишки, Спасибо большое. И последний вопросик, что можете посоветовать в теме KPI для управляющего или менеджера ресторана? Какой пункт, на ваш взгляд, наиболее важный? Андрей, я думаю, вы управляющий ресторана, да, вот, ну, на самом деле, для меня самое важное это оборот гостей, да, то есть это постоянство гостей, которые, то есть процент постоянных гостей, да, то есть это когда мы не работаем, чтобы, ну, знаете, вот эта история, когда, ну, этому гостю не понравилось, вернется следующий, нет, то есть ты тратишь опять силы, ты тратишь опять энергию, ты тратишь одно время, то есть для меня самый важный показатель это когда увеличивается поток постоянных гостей, то есть если у тебя 70% постоянных гостей в твоем ресторане круглогодично, то ты уже классно управляющий, это прям 100%, вот, а кстати про KPI я буду говорить в следующую пятницу тоже на курсе, вот, на самом деле KPI такая интересная история, очень много разных показателей, и здесь, наверное, самое главное индивидуально, что откликается для самого управляющего и для управляющей компании, для кого-то KPI, что нет текучки, для кого-то KPI, что средний чек высокий, а для кого-то там, что норма продаж выполнена по определенным показателям, для меня это приток гостей, потому что я понимаю, что благодаря гостям и клиентам, которые у нас есть, мы все зарабатываем и чувствуем себя прекрасно, и я, и моя команда, вот. Анжела, спасибо большое, давайте с вами сейчас выберем самый интересный вопрос, и кому, собственно, отправится наш набор мерча. Мне кажется, на самом деле было очень много интересных вопросов, особенно у Андрея. Да, Андрей сегодня был очень активным, и я думаю, он сто процентов заслужил этот подарок однозначно, и вопросы у него были интересные и для Тимофея, и для меня. Да, Андрей, спасибо вам большое за участие, на самом деле, спасибо большое всем, кто до конца был с нами, потому что действительно мы так активно, тут полтора часа прям хорошо, плотно поработали, спасибо, что нашли время и подсоединились именно онлайн, что были активны, задавали ваши вопросы. Анжела, кстати, сказала сейчас, что она будет еще на другом курсе рассказывать про KPI, это, насколько я понимаю, Анжела, наш другой курс управления гостиничным бизнесом, которым вы тоже преподаете, поэтому у нас много программ, приходите на наш сайт, соответственно, изучайте, мы всегда рады проконсультировать максимально подходящие вам вариант подобрать. Ну и также подписывайтесь на наш Телеграм-канал, чтобы не пропускать наши вебинары, старты новых курсов, иметь возможность задавать вопросы о своих кейсах. Ну и, конечно же, ставьте, пожалуйста, сердечки нашим спикерам, спасибо им большое, что дали столько ценной информации за это время. Вот, будем с вами на связи, большое всем спасибо, всем прекрасного дня, сердечки, вот вижу, тут ставят. Полетели. Они не в чат полетели, они в другое место полетели, я, честно говоря, тут не могу понять, почему они в разных местах у меня появляются. Да, коллеги, Екатерина, спасибо вам большое за приглашение, мы отправим презентацию, там есть тоже QR-код, на котором я всегда на связи, и если есть какие-то вопросы, то я с удовольствием на них всегда отвечаю, и могу также более подробно рассказать про курс, который у нас будет, поэтому пишите, буду рада вам и вашей обратной связи. Спасибо вам большое, всем хорошего, прекрасного дня и вечера. Спасибо всем, до свидания, всем хорошего дня.